Всем привет! Меня зовут Елена. Весна у порога и акации и мимозы с их маленькими солнышками поднимают настроение. Предлагаю сегодня сделать их одним из самых легких способов. Акацию я решила сделать из тычинок. Взяла сахарные тычинки, они как раз круглые и очень хорошо подошли. Также простые тычинки, которые решила покрыть разными подходящими материалами, которые нашлись в моих творческих запасах. Например, вот такие помпоны. Разрезаю их и разбираю на волокна. Беру тычинку и покрываю клеем ПВА. Можно налить клей в подходящую крышечку и макать тычинки туда. Немного ворсинок от помпона раскладываю на пальцы и оборачиваю ими тычинку. Чтобы хорошо зафиксировать ворс, прокатываю между пальцами. ПОДПИШИСЬ! и откладываю для просушки. Следующий вариант – это пыльца гранулированная. Она очень похожа на мелкий песочек. Смазанную в клее тычинки опускаю в пыльцу. Пальцами поправляю форму. И тоже отставляю просохнуть. И еще у меня нашлась пыльца бархатная. Похоже она на флок, только очень-очень мелкий. Также тычинку с клеем опускаю в пыльцу. Из гранулированной и с бархатной пыльцой получаются такие бархатные тычинки. Когда тычинки просохли, приступаю к сборке соцветий. Беру тонкую проволоку, складываю пополам. В изгиб вставляю тычинку и обматываю проволокой. Концы скручиваю. Вот такая снова получается. Далее беру тейп-ленту и начинаю обматывать тычинку с проволокой. Делаю 1-3 оборота и каждый оборот подтягиваю ленту. Беру следующую тычинку и фиксирую ее оборотом тейп-ленты. Если вы используете гофробумагу, то ставьте маленькую капельку клея ПВА. Так собираю все соцветия, используя тычинки разного размера и разных оттенков желтого цвета. Здесь я собираю веточку из всех видов подготовленных тычинок. Периодически обрезаю нити тычинок, чтобы у соцветия сама веточка не стала толстой и массивной. Периодически обрезаю нити. Периодически обрезаю нити. Субтитры сделал DimaTorzok Когда соцветие готово, тейпирую остаток проволоки и обрезаю лишнее. Малышка акация Покажу примеры получившихся у меня веточек акации. Это из пыльцы бархатной и гранулированной. А это вариант из сахарных тычинок. Это самый простой и быстрый вариант, но именно эта веточка ощутима по весу, но смотрится очень красиво. И последний вариант из микса всех видов тычинок. Именно эта акация в жизни смотрится самой живой. Вот такой пучок акации у меня получился. Прекрасное дополнение для всех весенних букетов. Все используемые материалы и инструменты Вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Будем творить вместе. До скорых встреч!